Привет! Разборочка скоро начнётся, а пока познакомьтесь с «МотоСтронгом». Это наш двухколёсный бренд. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь «МотоСтронг». Менеджер ответит на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Давайте по-новому взглянем на свежую турбодизельную «четвёрку» от Mercedes OM651. Именно об этом моторе был первый обзор на нашем канале. С тех пор появились новые сведения и мнения о его надёжности. Мотор не перестаёт удивлять. Например, он может проковырять дырку в блоке цилиндров шатуном. Итак, давайте разбираться, что не так с мотором OM651. Встречаем! Этот мотор появился в 2008 году и сразу стал звездой отзывной компании. Всё плохо было с пьезофорсунками Delphi. Компания Daimler меняла их на улучшенные. Но проблемы этого мотора на этом не кончились. Он настолько задолбал некоторых владельцев и даже автопарки, что 651 меняли на 646 и даже 611. То есть это тот случай, когда новый мотор хуже своих предков. Сегодня мы будем рассказывать о 651 моторе на примере вот этого 1,8-литрового двигателя, снятого с Mercedes B-класса 2012 года. Эти моторы с 2008 года ставились практически на все Mercedes, что с продольной, что с поперечной компоновкой. Проблемы и слабые места у них одинаковые. Скорее проблемы возникают из-за некачественного и дешёвого обслуживания и владельцев наездников, которые не понимают, что Mercedes нуждается в премиальном обслуживании. Двигатели Mercedes традиционно сухие, то есть не страдают течью масла по различным уплотнениям. Но, естественно, резиновые прокладки не вечны. Запотевание мотора OM651 говорит о минимум десятилетней эксплуатации и пробеги далеко за 300 000 км. Многие двигатели OM651 для продольной установки имеют пластиковый масляный поддон. Именно прокладка этого поддона сдаётся первой. Далее начинаются подтекания по клапанной крышке. Если масло начинает сочиться по крышке привода ГРМ, то это говорит о том, что пробег автомобиля и мотора приближается к 500 000 км. Течь антифриза по помпе говорит о значительном пробеге этого двигателя или о некачественной неоригинальной помпе. Также подтекания антифриза из-под теплообменника говорят о преклонном возрасте этого двигателя. Сегодня в разборе этого двигателя нам будет помогать уже полюбившийся вам Александр. Встречаем и мы начинаем нашу разборочку! Двигатели OM651 оснащаются одним или двумя турбокомпрессорами. В нашей версии двигателя одна турбина по традиции Daimler с электронным сервоприводом геометрии, а в битурбированной версии одна турбина с геометрией, вторая – с перепускной заслонкой. Ничего плохого про турбину мы сказать не можем. Она при нормальном обслуживании пройдёт 500 000 км и ещё переживёт стуканутый мотор. Обратите внимание, что выпускной коллектор на этом двигателе стальной, сварной. Так вот, есть печальный опыт на других двигателях, что со сварных швов отваливается окалина, которая потом бомбардирует крыльчатку турбины. На двигателе OM651 таких случаев не отмечено. Добавим, что в выпуске двигателя OM651 установлен широкополосный лямбдозонд, который ещё называется датчиком кислорода. А вот это датчик противодавления, по которому ЭБУ узнаёт, что сажевый фильтр забит. Чем свежее двигатель, тем больше у него система EGR. Здесь система EGR двухконтурная. Вот переключалка, то есть когда надо – газы охлаждаются, когда не надо – не охлаждаются, а клапан EGR с сервоприводом. И, как обычно, во впуске мы наблюдаем смесь сажи и паров масла. Как вы видели, турбина у нас сухая, поэтому в этом виновата не система EGR, а усаженная цилиндропоршневая группа, то есть через систему ВКГ сюда поступало слишком много паров масла. А теперь встречаем самое интересное. Считается, что корень всех бед двигателя ОМ651 – это теплообменник. Кстати, в нашем случае он основательно забит, то есть контур антифриза плохо продувается. Одна из причин износа вкладышей двигателя ОМ651 – это ухудшение и даже прекращение охлаждения моторного масла. Дело в том, что масло перед тем, как попасть в масляный фильтр, проходит через теплообменник. Тут по традиции два контура. Один контур, по которому проходит антифриз, по другому – масло. Таким образом, горячее масло отдает тепло в систему охлаждения. Контур охлаждения в теплообменнике состоит из сотни мельчайших каналов, которые быстро и крепко засоряются. Чем и как засоряются – это другой вопрос. Другое дело, что это происходит повсеместно. После этого масло перестает должным образом охлаждаться, а перегревшееся масло становится слишком жидким и перестает создавать защитную пленку, которая нужна для партрения коленвала. Поэтому шейки коленвала начинают на сухую контактировать со вкладышами. Вкладыши протираются, перегреваются и навариваются на коленвал. После этого появляется стук. Коленвал начинает работать с большим усилием из-за наваривания деталей в парах трения. При хорошей скорости вращения коленвал может привариться к шатуну и к своим опорам. Поэтому теплообменник на этом моторе надо менять раз в 100 тысяч километров. Многие поклонники Мерседеса проверили эту рекомендацию, и она работает. До этого им приходилось менять по несколько 651 моторов в год из-за стука вкладышей 3-го и 4-го цилиндров. Еще раз напомним, что теплообменник легко проверяется. Он должен хорошо продуваться через каналы антифриза. Мотор погиб не из-за теплообменника, а скорее всего из-за того, что масло в нем превратилось в нечто. Такое ощущение, что крышка масляного фильтра с 2012 года ни разу не откручивалась. Во впускном коллекторе присутствуют вихревые заслонки. Они надежные, потому что металлические. А вот о проблемах с вихревыми заслонками сообщит сервопривод, который зафиксирует их неправильное положение. Такого мы давно не видели. Это полный песец. Какая-то гуталинная фабрика. Мотор не заржавеет, масло из него не вытечет, но любопытно, что кулачки распредвалов без выработки. А вы говорите, что 651 мотор ненадежен. Вот какие издевательства он прощает. Привод ГРМ двигателя ОМ651 установлен сзади со стороны маховика. Привод комбинированный снизу с шестерней, сверху – роликовая цепь. Роликовая цепь имеет ограниченный ресурс. Честно говоря, она ходит по-разному – от 200 до 400 тысяч километров. Цепь ГРМ можно проверить на растяжение специальным измерителем растяжения, который вкручивается вместо гидравлического натяжителя. Из измерителя растяжения выдвигается линейка. Если значение на этой линейке 82, то тогда цепь растянута и подлежит замене. Кстати, заменить цепь ГРМ на моторе ОМ651 можно за пару часов методом протяжки. Для этого продаются расклепанные новые цепи. Новую цепь нужно зацепить за расклепанную старую, протянуть ее, убрать старую цепь и закрепить новую. Никаких проблем. Также стоит заменить гидронатяжитель на новую версию, в которой чуть больше масляных каналов. Вообще растянутая цепь на моторе ОМ651 отчетливо шелестит. В самых запущенных случаях цепь трет ОГБЦ и стругают стружку, а при самом худшем раскладе цепь обрывается, заклинив между шестерней впускного распредвала и кромкой ГБЦ. Несмотря на все издевательства с этим мотором, в камерах сгорания чистота никакого нагара. Ну, из ГБЦ этих моторов ничего плохого не случается. Блок этого двигателя чугунный, толстостенный, особенно видно приличное расстояние между цилиндрами. Хона нет совсем, но видно, что масло в этом двигателе горело по корке, которое присутствует в самом верху камер сгорания. На большинстве двигателей ОМ651 установлена топливная система Delphi, но и варианты с топливной системой Bosch также встречаются. Их проще всего отличить по блокам управления двигателем. Системы практически идентичны. Управляются двумя клапанами – одни на рампе, второй на ТНВД. При диагностике они обозначаются Y74 и Y94. Клапан на рампе регулирует давление топлива при запуске мотора, а также пока мотор и топливо холодные, то есть пока температура топлива не достигнет 10 градусов. Топливный насос высокого давления для прогрева топлива сжимает весь объем подаваемого топлива. Таким образом, топливо прогревается, и рампа и ТНВД становятся теплее. Когда мотор и топливо нагреваются, то за регулирование давления топлива отвечает дозирующий клапан, который установлен на ТНВД. То есть если проблемы на холодном или прогретом моторе, то вы знаете, на какой регулятор надо обращать внимание. То есть проверять его либо менять. Об износе форсунок в первую очередь говорит повышенное дымление, а это признак износа распылителя. Форсунки Delphi ремонтопригодны, но зачастую результат ремонта не оправдывает ожидания. Также бывают случаи разрыва электрической цепи в самой форсунке. Тогда форсунку надо менять. Форсунка Delphi стоит 300 долларов, а по оригиналу Mercedes – 400. Двигатель OM651 оснащен масляным насосом с изменяемой производительностью. Когда скорость вращается каленвала до 2000 оборотов, то тогда давление в системе смазки до 2 бар. Когда каленвал вращается быстрее, то тогда давление в системе смазки поднимается до 5 бар. По умолчанию вся эта система находится в режиме максимальной производительности. Непосредственно переключением по команде ЭБУ занимается соленоид, который перемещает золотниковый клапан. Этот золотник соединен гидравлическими каналами с золотником в масляном насосе. Не будем углубляться в технические подробности, просто скажем, что перемещается непосредственно сам плунжер в масляном насосе, открывая канал для смещения статора масляного насоса. На самом деле у нас нет претензий ко всей этой системе, но люди считают, что есть проблема с плунжерами, пружинами и с регулировкой. Но отметим, что в масляной системе двигателя ОМ-651 не предусмотрен датчик давления масла, а ЭБУ регулирует производительность насоса по тахометру. То есть, если в парах трения наметился износ и падение давления масла, то переключение насоса в режим уменьшенной производительности только усугубляет проблему с давлением масла. Тут ещё инженеры компании Даймлер решили вернуться к истокам и отказаться от режима изменяемой производительности. Они предложили заглушку, которая вместо управляющего соленоида вкручивается в блок цилиндров. С этой заглушкой маслонасос перестает работать в экономичном режиме. То есть вся система в любых режимах работы двигателя и даже при выключенном моторе остается в режиме максимальной производительности. Даймлер ничего не поясняет по этому поводу, но, видимо, что-то в экономичном режиме работает не так. Для подстраховки в систему надо вкрутить датчик давления масла, которого инженеры не предусмотрели. В блоке цилиндров есть клапан, который отключает масляные форсунки. Люди на него тоже ругаются, но мы не видим поводов для беспокойства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такого в наших разборках еще не было. Этот мотор погиб от владельца долбанно. Ну а мы сейчас дадим пару рекомендаций об эксплуатации ОМ-651. Двигатель ОМ-651 требователен к обслуживанию масла, антифриз и другие технические жидкости надо менять строго по регламенту. Клапан управления масляным насосом надо поменять на заглушку, то есть перевести маслонасос в режим максимальной производительности. Вместе с этим возрастет и циркуляция моторного масла, соответственно и температура. Поэтому система охлаждения должна быть чистой, как слеза, а теплообменник идеально продуваться. Если двигатель эксплуатируется на микроавтобусе с МКПП, то надо научиться ускоряться на низших передачах. Никакой езды в натяг и никаких перегрузок. Если усугубляете, то тогда будьте готовы к превентивной замене вкладышей каждые 150 000 км. Также замечено, что замученные водителями спринтеров моторы OM651, которые приезжают на капремонт, приезжают на капремонт с деформированной постелью коленвала. Также наблюдается эллипс коренных опор и нарушение соосности, а деформированную коренную опору можно только выкинуть. Шатунные вкладыши, коренные вкладыши, коленвал – всё со следами износа. То есть, это всё неремонтопригодно, а шатун 4-го цилиндра покинул чат. Ну а что вы хотели при таком обслуживании? Мы тут поведали много страхов об этом турбодизеле. Да, рядные 4-ки Mercedes уже не те, слишком нежные, не терпят грубого обращения, только первоклассный сервис им подавай. Но если быть нежным и нежадным, то этот двигатель способен пройти более 500 000 км. Если вы и дальше хотите, чтобы мы делали вот такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».